И соответственно увеличивается и количество отходов жизнедеятельности. Сегодня остро стоит вопрос о регулировании сбора, транспортирования и утилизации жидких бытовых отходов. Как предотвратить несанкционированный слив жидких бытовых отходов и как не допустить загрязнения окружающей среды. К сожалению, есть осознанно нарушающие природоохранной и иное законодательство. В последнее время все чаще фиксируются факты несанкционированного сброса сточных ввод в неотведенное место. Жилищно-бытовые отходы образуются непрерывно. Это результат жизнедеятельности человека. Отходы накапливают в специально предназначенных для этого ямах, резервуарах, а потом происходит их вывоз в специально оборудованные места для последующей утилизации. Они проходят определенную степень очистки, для чего в системах канализации предусмотрена дренажная система фильтрации. Установлены решетки, улавливающие мусор. Фекальная машина, которая стояла в очереди, решила подъехать и слиться. Конвейер из машин. Конвейер из машин на слив. Но не всегда получается, что заказчик обращается в специализированные службы по вывозу и утилизации отходов. Частные лица, имеющие специализированные автомобили, часто не соблюдают правила утилизации и производят слив в неотведенных местах, в водоемы, колодцы централизованного водоотведения и даже прямо на почву. А это чревато не только засорением канализационных сетей, но и ударом по кошельку правонарушителей. Нарушение данных правилов влечет собой административную ответственность, которая у нас предусмотрена частью первой статьи 6.25 кодекса Республики Схай-Якутия об административных правонарушениях. Там у нас предусмотрены штрафы на физических лиц, должностных лиц и на юридические лица. Самый максимальный штраф у нас до 500 тысяч рублей, а за повторное совершение данного административного правонарушения предусмотрена ответственность вплоть до миллиона рублей. Правонарушители не задумываются о том, что наносят вред не просто окружающей среде, но и будущим поколениям. Несанкционированный слив в канализационные колодцы негативно влияет на экологию городской среды. Неприятный запах причиняет дискомфорт горожанам. Зачастую нарушители повреждают колодцы или не закрывают их крышками, что может обернуться несчастным случаем. Кроме того, неправильно утилизированные жидкие отходы могут выйти на поверхность, создать угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний. А ведь совсем скоро все начнет оттаивать. За прошлый год у нас было выявлено порядка 80 фактов. Был приявлен один иск за розлив на рельеф местности более 100 тысяч рублей. Помимо этого водители, которые были пойманы, они были оштрафованы более 200 тысяч рублей. Штрафы сейчас увеличились, поэтому мы просим людей воздержаться от необдуманных поступков. Есть установленные места для слива, поэтому мы просим воспользоваться этими местами. Тем более прием жидких бытовых стоков осуществляется бесплатно. Ну а мы обращаемся к жителям города с просьбой не оставаться в стороне от этой проблемы. Если вы стали свидетелем незаконного слива отходов, просьба сфотографировать или снять на видео автомобиль во время нарушения. На них должен быть четко виден номер машины, у которой шланг гофра опущен в колодец или водоем. Также на видео необходимо озвучить дату совершения правонарушения. После этого жалобу нужно отправить в администрацию своего округа. Мария Кардашевская, Павел Пахомов для Территории права. Итак, сегодня речь пойдет об ответственности за неценционированный слив жидких бытовых отходов и чем это грозит. И на наши вопросы сегодня ответят исполняющие обязанности якутского природоохранного прокурора Александра Валерьевна Шибина и руководитель департамента экологической безопасности и правовой экспертизы Министерства экологии Республики Вера Николаевна Степанова. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. У меня вот первый вопрос. Почему у нас происходит все-таки несанкционированный слив? Прежде всего следует отметить, что это проблема с правосознанием граждан. То есть, зная, что прием жидких бытовых отходов осуществляется бесплатно, установлены специальные пункты сбора. То есть, и специализированные организации все равно, пытаясь как-то сэкономить бензин, время, чтобы не ждать в очереди, прибегают вот к таким способам неправомерным. Плюс, возможно, порог выявления этих правонарушений тоже невысок, поскольку очень много этих хозяйствующих субъектов, которые осуществляют эту деятельность, а контрольно-надзорные органы, соответственно, не могут за ними осуществлять контроль повсеместно. И выявляется только в пределах 20-30% таких нарушений. То есть, безнаказанность влечет возможность совершения новых правонарушений. То есть, как бы с этим связано. Еще связано, что с отсутствием честных сооружений в населенных пунктах. Особенно в сельских местах. Да. Допустим, у нас на территории республики на сегодняшний день от честных сооружений только в населенных пунктах 27 штук. Соответственно, отсутствие инфраструктуры создает тоже такие вот причины таких нарушений. А в городе Якутске у нас сколько таких сливных точек? Всего три точки. Это у нас расположенные на территории Деркалаха, на ДСК и на территории Магана. То есть, тоже все специалисты отмечают, что это недостаточно. Увеличивается частный сектор, увеличивается потребность образования жидких бытовых отходов. Многократно, с каждым годом отмечают специалисты рост числа образования таких отходов. Но при этом очень проблематично, конечно, выполнять нагрузку этих станций с учетом таких требований. Поэтому там, соответственно, образуются очереди. Это не удовлетворяет потребности хозяйствующих субъектов, которые нацелены на извлечение прибыли. И каждый час простоя у них ударяет по кошельку. По закону компании, предоставляющие услуги по сбору и вывозу ЖБО, должны иметь лицензию на такую деятельность. У нас вообще есть какая-то проблема с получением лицензии? Как обстоят дела? Сколько предприятий у нас занимается этим? На сегодняшний день у нас около 80 предприятий, которые официально занимаются транспортировкой таких отходов, как жидких бытовых отходов. И они, согласно 89-му закону об отходах производства и потребления, согласно статье 9, они обязаны получить лицензию на такую деятельность. Это у нас этим занимается и выдают такие лицензии. У нас Управление Роспроводнадзора по Республике Саха-Якутия. И требования там, конечно, есть. Соответствующий перечень документов. Это все в соответствии должно быть. Плюс машина должна соответствовать. А в Якутске у нас сколько таких предприятий? Ну, в лицензии выданы порядка 80 субъектам, но фактически деятельность осуществляет около 50-60% от этого числа. А если без лицензии, чем карается? Тут предусмотрено два вида ответственности. Это административная и уголовная. Административная, если ущерб невысокий и общественная опасность этому правонарушению недостаточно высока, то, соответственно, применяется мера административного реагирования по статье 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И если будет доказан факт получения прибыли в результате безлицензионной деятельности, то здесь уже грозит уголовная ответственность по статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. А раньше индивидуальные предприниматели, кто занимался этим, сливали отходы за деньги определенные. А сейчас, как мы выяснили, уже с этого года или с прошлого года уже бесплатно. И как сейчас обстоит вообще ситуация? Это гораздо позитивно сказалось на состоянии законности. То есть сейчас процент выявления таких фактов несанкционированного сброса жидких бытовых отходов снизился порядка на 30-35%, что прослеживается в результате анализа административной практики контрольно-надзорных органов, количество составленных протоколов, количество вынесенных постановлений при лечении к административной ответственности. То есть здесь положительная динамика присутствует. У нас в Министерстве экологии было за истекшее время 2023 года всего выявлено 14 фактов незаконных. По республике? Нет, именно в Якутске. А, даже по Якутску? А, по Якутску. В целом по республике это намного меньше, чем предыдущие годы. Порядка 70% то есть разбег. А чем вообще грозит несанкционированный слив? Это же очень серьезно влияет на экологию нашу. Ну да, это влияет в первую очередь и на здоровье человека, и плюс на экологию. В части экологии это причинение вреда почвенного покрова. Также могут попасть и водные объекты. Это тоже причинение загрязнения, получается, засорения водных объектов. Это попадает под нарушение как земельного кодекса, как федерального закона об отходах производства, так и водного кодекса. Также лесное законодательство есть, также специальная статья в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях за слив отходов в лесной массив. То есть там тоже достаточно штрафы предусмотрены высокие. Это статья 8.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Там на юрлиц штраф порядка до 300 тысяч рублей. То есть там идет градация в зависимости от того, в какую территорию местности допущен слив жидких бытовых отходов. Водный объект, на почву, лесной массив. Если, допустим, загрязнение водного объекта повлицало, то у нас статья 8.13 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. И если у нас обращение с отходами, это статья 8.2. И также с этого года вошли новые статьи. В статью 8.2 новые части появились части того, что если идет слив с транспортного средства, то у нас появились более жесткие штрафы. Да. Вплоть до то, что можно даже, как сказать, ну, машину можно взять. Иззять машину, да. А вообще вот делается мониторинг загрязнения, там, как говорится, озера, реки, почвы? Да, делается. Если факт нарушения есть, то в любом случае это отбирается пробы. Если земля это делается, отдельно для водных объектов тоже пробы воды берутся. И уже у нас есть лабораторная лаборатория, где могут проводить химические анализы. И по итогам у нас выдается экспортное заключение. И уже устанавливается, насколько идет превышение. Ну, то есть все водные объекты, использующиеся для питьевого водоснабжения населения, в обязательном порядке проходят мониторинг качества воды. Это осуществляется лабораториями также Роспотребнадзора, их подведомственные организации, ФГУС, Центр гигиенно-эпидемиологии. То есть у них есть производственный контроль, который постоянно мониторит качество питьевого водоснабжения по всей республике. И если само предприятие, юридические индивидуальные предприниматели также должны производить, делать, организовывать и делать производственный экологический контроль тоже самостоятельно. То есть если выявляются факты превышения, сразу проводится расследование, какие предприятия на данном участке местности осуществляют деятельность, кто какие-то недропользователи, что за характер вот этих показателей, по которым допущено превышение предельно установленных значений. То есть, допустим, это химические компоненты, которые связаны, например, с деятельностью золотодобывающих предприятий. То есть устанавливается сразу круг субъектов, проводится проверка и устанавливаются виновные. В 2022 году в административную комиссию городского округа город Якутск поступило 15 протоколов по факту слива жидких бытовых отходов во внеотведенных местах, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.25 КОАП Республики. Из них два дела прекращено за истечение срока давности. По 13 делам назначен административный штраф на общую сумму 39 тысяч рублей. Ну а в 2023 году в административную комиссию поступило 5 протоколов. По 5 делам назначен административный штраф на общую сумму 15 тысяч рублей. Вообще эта проблема остро стоит не только у нас в Якутии, в целом вообще во всех регионах России. И какое решение видите в этом вопросе? Конечно же проблема кроется в недостатке финансирования. Требуются огромные миллиардные суммы для того, чтобы обеспечить всю республику соответствующим установленным требованиям очистных сооружений. Это потребность примерно около 600 таких станций, установок. В то время как у нас в настоящее время обеспечена республика только на 4%. То есть огромная работа предстоит всем органам власти, органам местного самоуправления. То есть видим решение проблемы в том, чтобы разработать комплексный план, дорожную карту и поэтапно, ежегодно решать эту проблему с доведением до какого-то конечного результата. Вот хотелось еще дополнить, что у нас в 2018 году был принят указ главы республики Саха-Якутия об экологическом благополучии, где у нас тоже основных задач стоит строительство очистных сооружений. И на сегодня у нас строительство очистных сооружений координирует работа Министерства жилищно-коммунального хозяйства. И они у нас сегодня республики новые очистные сооружения, это 6 построили. Это и в Жатае было, в Верхневилюйске последние были. И еще можно отметить, что финансирование у нас проходило по двум. Это фонд развития территорий и комплексное развитие сельских территорий. От комплексного развития сельских территорий у нас координирует Министерство сельского хозяйства республики Саха-Якутия. Туда можно подавать заявки, то есть для этого нужно будет разрабатывать проекты смертной документации на строительство сооружений. А как вообще в сельской местности, действительно, там же огромная проблема. Септиков у многих нет. И как сейчас вообще решается данный вопрос? Ну, это решается вопрос, во-первых, органов местного управления. Это ставится вопрос уже, ну, последний год очень остро. И ставится вопрос строительства очистных сооружений. И, соответственно, один из таких плановых работ, это должно быть в социально-экономическом развитии районов. Это должно быть приоритизация на сегодняшний день строительства очистных сооружений. И только так мы можем решить такую проблему. Ну, еще требуется, возможно, здесь помощь гражданам, поскольку обустройство септиков в частном секторе очень дорогостоящая процедура. И здесь, возможно, как по аналогии с газификацией, требуется какое-то участие государства, органов местного самоуправления. То есть оказывать людям субсидии, помощь, потому что доходы населения очень недостаточные. А очень высокая стоимость этих материалов. И чтобы обеспечить именно качество установки таких сооружений, здесь тоже требуются достаточно серьезные вложения. Поэтому здесь, как вариант, тоже необходимо принятие мероприятий со стороны государства по разработке специальной программы субсидирования. А вот какие разъяснения можете дать по вопросу об отнесении содержимого выгребных ям к жидким бытовым отходам или источным водам? Тут я могу пояснить. Согласно 89-го закона об отходах производства и потребления, для каждого отхода присваивается код. И этот код у нас определяется приказами Минприроды России, федеральный классификатор отходов. И согласно этому, в 2014 году были внесены изменения, именно в части жидко-бытовых отходов. Если отходы сливаются через централизованное, через очистное сооружение, тогда они понимаются как сточные воды. То есть они уходят от слова отхода. Но если это происходит вне очистных сооружений, то уже получается отходами. И соответственно, все требования 89-го закона, они уже переходят полностью на этот вид отхода. То есть это в основном касается, наверное, частных домов, да? Да, это выгребные ямы. Если они не сдаются на очистное сооружение, то они попадают под отходы. А как вообще решаются вопросы сбора, транспортирования и утилизации жидких бытовых отходов? То есть в зависимости от уровня собственности, если это частный сектор, то сами граждане обязаны организовать у себя на территории обустройство выгребной ямы. Провести ее в соответствии с требованиями санитарных правил, которые у нас определены для территории населенных мест и органов местного самоуправления, муниципальных образований. То есть там определенные критерии, что не должно быть проницаемости в почву, чтобы не было никакой связи с водными объектами, чтобы она была на достаточном уровне удалена от объектов экономики, детских площадок, от дорог и чтобы была обеспеченность по их вывозу. То есть гражданин сам должен организовать с учетом своего потребления и производства этих отходов, установить порядок вывоза этих отходов, чтобы не было переполнения выгребных ям и не ждать, когда септик будет заполнен до полностью краев. То есть по Санпину на 0,35 метров должно быть свободным пространство в септике, то есть опустошаться он должен не реже, чем один раз в полгода. То есть это как бы ответственность непосредственно граждан. Что касается каких-то централизованных объектов, юридических лиц, детские сады, больницы, то здесь заключаются уже централизованные ими договоры с соответствующими специализированными организациями, имеющими лицензию, и устанавливается периодичность раз в неделю, раз в четыре дня. И, соответственно, они уже контролируют соблюдение этих требований. А вообще контролируют ли органы, как вообще построен данный септик, соответствуют ли какому-то нормативу? Это только возможно выявить и установить при наличии обращений. То есть когда граждане, активные соседи обращаются, что, например, замечают у себя на участке какие-то воды поступления, имеющие характерный запах фекальных нечистот, в этом случае они обращаются в полномоченные органы, проводятся проверки, конечно, выявляются и пресекаются такие факты. Даже проводится экспертиза качества установки септика, вплоть до его выемки и обследования. Если он установлен в нарушение САНПИН с использованием некачественных материалов, допускающих розлив, то, соответственно, дается предписание гражданину устранить нарушения, и он привлекается к административной ответственности за такие действия. Кстати, вот сейчас дачный сезон у нас начинается. Как вообще контролируется слив отходов? Во-первых, это в рамках выездных обследований территории акватории проводится, это в рамках государственно-экологического контроля надзора делается. Также можно в случае обращения граждан. Тут главный фактор — это активная позиция населения, то есть граждане должны быть готовы к сообщению о таких фактах. То есть нельзя закрывать глаза, когда вы видите, что ваш сосед сливает свои фекальные воды на дорогу, либо в водный объект, то есть необходимо это пресекать и об этом сообщать. Если вы видите, что санизаторская машина сливает нечистоты в колодец канализационный, это тоже нарушение, то есть надо очень активно пользоваться своим правом на обращение. А вообще сдерживает ли штрафы данные, которые указаны в законе, перевозчиков, которые сливают не санкционеры? Да, сдерживает, потому что мы отмечаем, я анализировала за последние три года динамику выявления этих фактов, учет повторности совершения правонарушений, и динамика достаточно положительная. То есть сейчас более стали у нас такие хозяйствующие субъекты правопослушные, у всех имеются практически лицензии, то есть обеспечивается контроль, и помогает сейчас повсеместное видеонаблюдение. Вот безопасный город, иные программы, да, и у всех сейчас есть гаджеты, которые люди фиксируют, и даже у нас есть очень много различных групп в WhatsApp, с природоохранными органами, с общественниками, и как кто-то где-то что-то видит, сразу WhatsApp направляет, и мы сразу отрабатываем. То есть это помогает пресекать такие факты оперативно, и вот эти перевозчики, они об этом тоже осведомлены, и мы сразу же выявляем чуть ли не в первые сутки эти факты и пресекаем их. И то, что вот новые требования, ну как бы новая ответственность появилась этого года в части изъятия транспортных средств в случае такого слива, да, то я думаю, что тоже повлияет сильно на это. А вот куда обратиться в первую очередь обычному гражданину, который или заметил там, кто сливает, да, или же сосед, допустим, в озеро сливает? Прежде всего, это административная комиссия органов местного самоуправления, потом идут инспекции государственного экологического надзора, Министерство экологии, праведопользование лесного хозяйства, далее идут органы Роспотребнадзора, то есть они тоже у нас достаточно распространены почти во всех районах республики. И, конечно же, в органы прокуратуры. Можно и в природоохранной прокуратуре написать обращение через посредством НСТ Интернет. Во всех министерствах, во всех ведомствах сейчас есть доступна вкладка через госуслуги подать обращение, через официальные сайты, везде есть вкладка подать обращение. То есть можно по телефону горячих линий. Сейчас практически во всех органах действуют такие горячие линии. Тема отходов производства и потребления животрепещущая. И все органы нацелены на пресечение этих фактов и улучшение состояния законности, потому что негативный вред колоссальный приходится, экологический, в результате такой деятельности. Главным документом, определяющим штраф за незаконный слив нечистот в лесу и в других местах, считается Кодекс об административных правонарушениях. В соответствии со статьей 8.2 КОАП, юридические лица и граждане, игнорирующие экологические требования, которые предъявляются к необходимости собирать, накапливать, транспортировать, размещать производственные обходы, вещества, которые разрушают озоновый слой, или другие опасные вещества, должны быть наказаны. Существуют следующие штрафные санкции за незаконный слив осенизаторов. Для граждан от 1 до 2 тысячи рублей. Для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Александра Валерьевна, гражданин может обратиться в прокуратуру, делая акцент на угрозе безопасности здоровья. То есть проводятся расследования и какие меры принимает прокуратура? Прежде всего это меры административного реагирования, то есть принимается в виде возбуждения административного производства. В основном это штрафные санкции предусмотрены. Также определяется размер ущерба, который допустили. То есть приглашаются контрольно-надзорные органы, уполномоченные. Это Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Министерство экологии, предупользование лесного хозяйства, которые берут образцы с почвы, с водоема, с лесного массива и устанавливают загрязнение, площадь загрязнения, рассчитывается ущерб. Есть определенные методики в зависимости от территории местности. И, соответственно, дается требование о погашении этого факта экологического вреда. Если гражданин или юрлицо добровольно не исполняет это требование о возмещении экологического ущерба, то органы прокуратуры либо контрольно-надзорные органы идут в суд. И в судебном порядке требуют уплаты этого размера ущерба. И если ущерб значительный, огромная площадь, серьезный вред, например, причинен водному, биологическим ресурсам, рыбе, животному миру, то, соответственно, уже ставится вопрос об уголовной ответственности. Такие факты очень редко у нас в республике устанавливаются. В основном у нас административная практика используется в качестве пресечения фактов незаконной деятельности по розливу жеки бытовых отходов. Каков порядок действий при нанесении ущерба земельному, ну, земле, допустим, скажем? Прежде всего, устанавливаются события этого нарушения, устанавливается дата, определяются масштабы, вид территории. Потом берутся пробы, замеры, устанавливается ущерб. Далее привлекается лицо к административной ответственности, берутся у него объяснения и требуется также устранить эти нарушения. То есть контрольно-надзорные органы дают предписание либо представление об устранении причины и условий, способствовавших данному нарушению, и требуют устранить как непосредственное нарушение, но и причины и условия, этому способствовавшие. Если, например, установлено, что это допущен факт этого нарушения в результате безлицензионной деятельности, то ставится вопрос о получении такой лицензии. То есть всегда необходимо выяснять сами причины и условия, что послужило первопричиной совершения этих правонарушений. А предусмотрено ли вообще возмещение вреда, нанесенного окружающей среде? Да, это у нас прописано в федеральном законе номер 7, это основной закон об охране окружающей среды, согласно статье 78. Если идет причинение вреда, в любом случае производится расчет ущерба, согласно то, что вы сказали по методике, и предъявляется непосредственно виновному лицу, кто допустил это причинение вреда. Это либо сперва в добровольном порядке, в течение месяца направляется уведомление, в ином случае, если он не оплачивает, мы уже идем в судебном порядке. А были такие случаи? Да, у нас такие случаи есть, ежегодно у нас причинение вреда фиксируется, и у нас идут иски. Также органы прокуратуры у нас к 12 водопользователям были приняты меры реагирования по факту сброса водных объектов неочищенных сточных вод. То есть также были приняты меры по обязанию их получения в лицензии и устранению этих нарушений. Также были изысканы в судебном порядке ущерб, причиненный экологии в результате такой деятельности. Если вы стали свидетелем незаконного слива жидких отходов, то сообщите в природоохранную прокуратуру республики по номеру телефона 44 58 78. В Министерство экологии республики по телефону 50 85 62. В городе Якутске в Якутский государственный экологический надзор Министерства экологии республики по телефону 43 66 21. В управление государственного строительного и жилищного надзора по телефону 34 26 44. Желательно, чтобы момент нарушения был зафиксирован на фото или видеосъемку, что облегчит возможность привлечения нарушителя к ответственности. Продолжение следует... Уважайте друг друга, до свидания, а встретимся ровно через неделю. Всего хорошего.